Дорогие граждане, вы, конечно, будете смеяться, но в Лукашенковской Белоруссии есть парламент. Да, звучит уже странно, но да, формально есть некий совещательный орган, куда расставляют угодных и покорных лукашенковской власти людей. И вот туда якобы состоялись выборы. Ну, конечно же, называть это серьезными выборами невозможно, но мне бы хотелось поговорить с Арне Ведла, политическим обозревателем, историком и экс-депутатом эстонского парламента по поводу того, вообще, насколько сегодня существует, сколь независимая от Кремля белорусская политика и какую функцию вот в путинской конфигурации сегодня занимает Республика Беларусь. Ну, видите, Александр Легорич, это же продукт у нас КГБ. Люди как бы забывают это, что он служил в пограничных войсках, в пограничных войсках Советского Союза. Они были сплошь КГБ, они были частью системы КГБ. Так что он там даже имел офицерские вагоны, а люди забывают это. Он успел еще раз служить в Советской Армии, он дважды служил в Советской Армии. Но вот именно как в пограничных войсках политические работники и так далее. Но так что его появление как кандидата президента, так сказать, против местной элиты 90-е годы, это, конечно, была работа российской спецслужб, которые хотели получить президента, который был бы верным России, и все эти Примаковы, и кто там командовали этим российскими спецслужбами, всего этого хотели. Но надо сказать, что был еще один участник, который там крутился вокруг этих идей, это было, конечно, Газпром. У Газпрома были большие интересы в Беларуси, там шли трубы, поэтому тоже был нужен свой человек, который там был бы президент. Надо сказать, что как это все продали Ельцину, это очень важно. Вот Ельцину обещали, что будем восстанавливать Советский Союз, будем восстанавливать Советский Союз, видите, делаем как бы союзный договор с Белоруссией. И видите, дурак Ельцин, конечно, там радовался по поводу этого. А он хотел этого, да? Ну, конечно, он очень хотел этого. Это был один из вопросов, где он проиграл российскому общественному мнению. Потому что, ну, вот что он развалил, это как бы ясно, да. Но если бы он как бы что-то делал, чтобы восстановить, ему простили бы это. Поэтому был крайне важный вопрос, этот союзный договор, танцевали вокруг этого. А зачем это российскому обществу? Ну, видите, российское общество хотело восстановление Советского Союза. Вот что оно хотело. Зачем? Это первый шаг. Но почему они хотели? Ну, вот у людей есть империалистические вот такие взгляды. Вот была империя, нету империи. Надо восстанавливать империю. И да, и было все. И поэтому они поддерживают все это сумасшедшие действия. То в Молдавии, то в Грузии, то там еще где-то там, чтобы там это вот восстановить, этот Советский Союз. Ну, вот для этого и нужен был Лукашенко, которая вот пошла на все это. Но что делать? Он так долго президент. У него была надежда. А может быть, я сам буду президентом России? И долго у него была эта идея. Что может быть, Ельцин там старый такой, как бы, и назначить его, как бы, преемником. Да, это же можно было организовать, там, это союзное государство Белоруссии и России. И тогда он мог бы стать во главе этого союзного государства. Но не случилось. Пришел Путин, и все стало ясным. Кто в доме хозяин? И Лукашенко осталась эта маленькая, как бы, Белоруссия. А видите, Владимир Владимирович такой странный, конечно, человек. Ему не понравилось Александр Леогорьевич. Все-таки он такой, тоже большая мужчина, агрессивная, как бы, и, как бы, нелюбовь Путина к этому человеку. Кроме того, еще он такой вор, там, ворует, понимаешь, все там, что Россия ему дает. Поэтому, как бы, Путину, как бы, он стал противным. Так, а почему же он его не сместил? Ну, вот, как бы, это хорошо тебе говорить, ты мстить. Там, чтобы, как бы, там, это самое, убрать человека. Но, на самом деле, конечно же, вы понимаете, что у Лукашенко было огромное количество кураторов из России. Как он стал президентом? Ну, должно же просто быть огромное количество связей, кураторов из российских спецслужб. Конечно же, он все время жалобным обратился, чтобы спасти, спасите, спасите, спасите. Его спасали, так сказать, выгораживали перед Путином, убеждали Путина, как от него можно еще выжимать какие-то там полезные, понимаешь. А самому Лукашенко все было просто, как удержаться на троне, как удержаться на этом маленьком троне Белоруссии. Он, как бы, так сказать, как бы, не просто так, как боролся, так сказать, скрипя зубы, понимаешь, и, там, надеясь, что он останется на этом посту долго-долго до смерти, конечно. Ну, вот, нынешней ситуации, конечно, уже из Кремля дают сигналы, что, ну, батенька, ты же староват, как бы, ты больной человек. Александр Григорьевич тяжело больной человек. Как бы, надо думать о будущем, конечно, надо передать преемнику, как бы, этот самый трон. А тут Лукашенко говорит, ну, вот, как бы, а вы что, даете преемнику этот самый трон? Путин никуда не хочет уйти? Почему я должен уйти? Я никуда не хочу уйти. Я хочу снова кандидировать на пост президента в 25-м году. Так что, вот такие страсти постоянные. Последний раз он был там в Казани, еще несколько там, там, раз встречался с Путиным. Ему дают эти маленькие, так, сигналы, что надо, надо, Федя, надо. Но Ля Горич, конечно, отвечает, нет, 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 я вот хочу остаться. Поэтому, конечно, идет постоянно такое маневрирование, там, он что-то обещает, то отказывается от своих слов. Но суть, как бы, его политика очень понятна, что никуда Александр Лягорьевич не хочет уйти, а хочет продолжать президентствовать, конечно, в Беларуси, в республике Беларуси. В Беларуси является, знаете, у меня была большая статья в газете «Ведомости» в 2015 году, которую я постоянно цитирую, где было, говорилось о том, что Путин – это идеальный ученик Лукашенко. И мы видим десятки примеров того, начиная от восстановления советских гимнов, отношения к предпринимательству, изменения конституции, притрессивных законов, всего-всего-всего-всего, иностранных агентов, ну, много чего. То есть, всякий раз мы наблюдаем очень похожую ситуацию. Я думаю, что в этом году в России не будет ничего подобного, как в Беларуси в 2020, но если бы такое произошло, то результат был бы абсолютно таким же. То есть, Беларусь показывает очень много важных примеров Путина, и он на них учится. Да, абсолютно. А уж если мы затронули Беларусь, если смотреть вот в ближайшей перспективе, понятно, что идет такое определенного рода поглощение страны, там, ну, не буквально шесть областей, но какой-то протекторат уже мы имеем. И, соответственно, как вот все возможности промышленные и людские Беларуси интегрируются вот в этот военный потенциал России? Ну, здесь надо сказать, что Лукашенко проводит, конечно, не самую глубую политику, потому что он воспринимает, ну, как Путин воспринимает Россию своей собственностью, так и Лукашенко воспринимает Беларусь своей собственностью. Поэтому он не хочет ее терять, безусловно, и всякие деобъединения, мы видели, они тихо и сапо и хоронятся им в течение 20 лет. Поэтому я думаю, что здесь нет все равно опасности того, что Беларусь будет полностью инкорпорирована. И протекторатом я бы ее все равно не назвал, да, это некий такой, может быть, вассалитет, но не более. То есть людские возможности Беларуси в войне вообще не используются, промышленность работает на российский ВПК, но опять-таки я бы сказал, что достаточно ограничен при всем при том. То есть Беларусь, она находится на одном уровне с Россией по масштабу нарушения международного права, потому что определение агрессии предполагает, что проход через территорию, использование вашей территории для существования агрессии против третьей страны, есть акт агрессии. То есть в данном случае белорусское и российское руководство абсолютно повязаны войной. Но вот с точки зрения подчиненности, я думаю, что здесь сложная ситуация, и я не вижу пока какого-то радикального перелома по сравнению с тем, что было там 10 лет назад. Риторика, да, Лукашенко стал гораздо более воинственной. Воинственным он стал поддакивать Путину, он стал облицать ядерным оружием, непонятно, есть оно у него или нет. Точнее, у него-то его точно нет, да, на его территории есть оно или нет. Но в любом случае граница поглощения, да, она ни в коем случае не переедена. Сейчас уже забылась вот та старая фактология, но для современников это было очень примечательно, что в Украине и в Беларуси в 1994 году одновременно пришли советские функционеры к власти. Леонид Данилович Кучма, который был ВПКшный инженер, большой человек для советского ВПК, и он пришел к власти русскоязычной с не прям откровенно пророссийской риторикой, но у него была такая вот загогулина, как тогда было модно говорить, это многовекторность. С одной стороны Европа, с другой стороны Россия, и вот мы балансируем. И Лукашенко пришел такой вот от народа, от сахи, и они шли так ноздря в ноздрю. Все думали, что вот, ну все, вот пожизненка пришла и в Украину тоже, но нет. В Украине это продлилось всего лишь 10 лет, а этот вот уже 30 лет в этом году, как он на посту президента. Но он же до сих пор не признал Крым территорией России, и не признал новые оккупированные территории за российской юрисдикцией. Почему это Путин ему спускает? Учитывая, что сейчас Лукашенко утратил легитимность в глазах Европы, это уже не та переговорная площадка, которая была вот в 15-м году, Минские соглашения. Он же тогда позиционировал себя как миротворец, и все рейсы в Украину через Минск шли. То есть там белорусские авиакомпании богатели просто на глазах. Он все это потерял в 20-м году. Почему он продолжает строптивиться и не выполняет то, что Путину нужно? Нет, наоборот, он все выполняет. Дело в том, что в 1902 году, когда Путин начал вот этот огромный поход на Украину, конечно, было дано очень строгое указание Лукашенко из Кремля, и чтобы удержаться на троне, он был согласен быть уже вассалом. Вассалом Кремля это значит, что просто Бортников, это директор ФСБ, дает ему какие-то приказы, а он их выполняет. Ну, скажем, направить беженцев вместе с войсками Белоруссии на границу с Польшей и Литвой. И он это сделал. Это был крайне невыгодный для него шаг. Но он пошел, потому что был приказ из Москвы, он не мог сопротивляться этому приказу. Другое дело, что, видите, у него по-прежнему хорошие связи, конечно, с прислуживанием России у Лукашенко. И они там как бы все время придумывают, зачем этот Лукашенко нужно, и почему ему нужен особый режим. Дело в том, что вы же помните, что все-таки война, все-таки санкции. А тогда еще Беларусь не была под санкциями. И так они предлагали, что Белоруссия является коридором. Коридором для российских товаров. Для этого нужен вот Лукашенко. Для этого нужно, чтобы он мог бы продолжать политику, не признание захвата этого Крыма и так далее. И это дает возможность играть с западом. Но я могу сказать, что что-то здесь есть. Вот у нас большое событие. Вышла ставка Виктория Нуланд. Она, конечно, курировала всегда и вопросы Белоруссии. Дело в том, что это такая длинная-длинная комбинация госдепа, где идея простая на самом деле, что есть какой-то самостоятельный Лукашенко, который в неладах с Путиным, понимаешь, и мы его можем использовать в своих играх. Очень сложная идея. Но эта сложная идея очень тяжело сказалась на белорусской оппозиции. Потому что было же видно, что вот были эти белорусские события, но как-то они не очень получили поддержку от Запада. Боролись они, боролись этим Лукашенко, но как бы Запад ничего особо им не дал, чтобы они могли бы там бороться с этим Лукашенко. Они проиграли. Они оказались на Западе, и Нуланд предлагал им софт. Ну, это значит деньги на гранты, на конференции, на какая-то медиа и так далее и тому подобное. Но заметьте, вы как бы читаете новости, что какие-то контакты с Лукашенко продолжаются. Где-то там в лесу они встречаются. Что-то они обсуждают там, что-то там идет какая-то игра. Это да, но что поделать. Это как бы дело великих держав. Вот у Соединенных Штатов такое мнение, что надо работать с Лукашенко. А Лукашенко ищет возможность выгодно придать. Да, а и более хуже еще. Но просто вот белорусская оппозиция была просто шокирована, что там Америка решила финансировать людей, которые известны, что являются агентами Лукашенко, агентами белорусских спецслужб, которые играют так называемых оппозиционеров. Они оппозиционерами не являются, а являются там бывшими силовиками, там какими-то странными людьми какие-то. А что-то Америка их поддерживает, что вот, дескат, оппозиция. Но это тоже кладывается как бы в эту ганву, что все-таки есть формула. Беларусь с Лукашенко лучше, чем Беларусь с Путиным. Понимаете? Вот это как бы стратегический интерес в Соединенных Штатах Америки. Они так это понимают. И вот тебе самые различные там комбинации игр вокруг этого. И поэтому это так вот, так и выглядит. Так что, да, как бы Лукашенко там играл в Ассала, конечно, выполняя все задания Бортникова, которые ему дали. Но заметьте все-таки, что он как бы не очень хотел туда, Украину идти войсками, конечно, вы помните. Но он и не пошел. И не пошел, потому что придумали ему легенду, что, дескать, Лукашенко нужно для другой задачи, чтобы вот товары из России, там, Европы попали через Белоруссию. Но не суть важна, конечно. Просто это показывает какая-то интересная, как бы странная ситуация вокруг этой, как бы, Белоруссии. На самом деле, Лукашенко, для Лукашенко это все игра. Он хочет очень простого. Остаться президентом. Но, Владимир Владимирович, позволяйте мне быть еще чуть-чуть президентом Белоруссии. Но позволяйте, не убивайте меня. Потому что... Для него это же вопрос жизни и смерти, да? Ну, как? Ну, какая смерть? Но ему говорили, что давай, как бы, Легорич, есть Камчатка, у тебя деньги есть. Переезжай в Камчатку, занимайся бизнесом в Камчатке, отдыхай. Ты пенсионер, понимаешь? Ступи дорогу молодым. Путину, например. Он говорит, что не хочет. Вот не хочет, как бы, давайте, что я буду и дальше, как бы, президентом. Ну, прямый. Да, вот такая вот ситуация. Многие говорят, что все-таки... Ну, Путин такой человек, мы видим, там, погибают постоянно люди, лучший, как бы, шестерка, а можно говорить, и друг Пригожин, что все-таки был убит, как бы, и так далее. Так что мы видим, как он к этим всем делам относится. Поэтому, конечно, все понимают, что, в общем-то, так может случиться с Дегоричем. Могут поубивать его через какое-то время, когда Путин это решает. И если он будет сопротивляться еще, там, таким образом, это тоже, как бы, убыстряет, как бы, темпы этих всех этих событий. Но посмотрим, конечно, трудно, конечно, сказать, но то, что вокруг Александра Легорича, как бы, как бы, такая идет, как бы, развенется такая бы, как бы, трагедия. Трагедия. Мы, в общем-то, понимаем. Да. Играть в игры с автократическими лидерами, это все равно, что травить зайцев волками. Никогда не знаешь, на кого они бросятся. На зайца по твоей указке или на тебя. Поэтому урок для всех диктаторов, дорогие товарищи. Вот посмотрите, как живут на Западе демократически избранные президенты в отставке. Да это счастливые люди. Они ездят по миру с лекциями, видные литераторы пишут их мемуары, в них швыряют миллионами долларов, потому что бывшие президенты на дороге не валяются. Они счастливы и богаты, им больше не нужно не встречаться с этими неприятными людьми, не спать ночами на совещаниях. Они просто бывший президент, бывший президент Обамы или бывший президент Билл Клинтон, он там блюзовый альбом новый записывает, он же саксофонист, старый хипарь. Ну, им можно только позавидовать в этом плане. А вот для Горича не позавидуешь. Не-не-не-не-не. Не позавидуешь, потому что его ждет, конечно, Гага. Не забудь. Да. К сожалению, у него была такая вот, как бы, характер такой. Он вешал, вешал, не нравился им людей прямо в квартирах в Минске. Вот такой вот, как бы, человек. Понятно, что для такого человека только Магадан. Ну, или Камчатка. Только Магадан. Или Камчатка, как бы. Вот и все. Никакой деревеньки под Гомелем с кабанчиком-коровкой вам не светит, Александр Григорьевич. Раньше было надо думать. Да, да. Году в 2000 нам, наверное, надо было думать. А сейчас уж поздно. В Гагу, Саня, в Гагу. Одну камеру с Владимом Владимировичем. Да, тот... Наказание. Ну, вот видишь, обе не могут уйти. Потому что обе знают, когда уйдем, тогда как бы хана. Так это вот проблема автократов. Потому что, ну, если Путин так был незаменим в 2012 году, то он еще более незаменим в 2018, и в 2024, и в 2030. потому что вот это продолжение самого себя, ну, институты не окрепли, ну, вот мы и получаем, что если Путин, то кто? Потому что, да, кто угодно, на самом деле, кроме Путина. Но вот теперь имеем, теперь это навсегда. И на самом деле, абсолютно не жалко тех людей, которые променяли свою честь на кремлевское бабло, а теперь не знают, как выскочить. А это, знаете ли, в Кремле вход рубль, выход два. Так что тут, как бы, коллеги по опасному бизнесу должны понимать, что их ждет в ближайшем будущем. Ну, они надеются все-таки, что вечно будут. Вечно. Ну, нет ничего вечного. Вот был, например, Владимир Соловьев, он же реально себе строил другую жизнь. Он вкладывал деньги в эти виллы на озеро Кома, что в какой-то момент он сядет на самолет, уедет и никогда больше не вспомнит эту телестудию второго канала и будет там уважаемым сеньором. Да, свои ахренас два. Крин-карты Соединенных Штатах Америки этими видами жительства в Эстонию, конечно, и так далее. Не говоря уже о виллах в Италии и так далее и тому подобное. Израильскому, конечно, гражданству. Все у него было. Вовремя. Ну, он не фортанул, он не соскочил. И вот так, помните, дорогие кремлевские товарищи, предать вовремя это предвидеть. Пора предавать своего патрона. Патрон вас утащит на дно. В этом их нужно всячески поддерживать. Чем быстрее они поймут, что нужно предавать своего кремлевского партнера, тем быстрее война закончится. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Проверяйте потребляемые вами новости, пишите нам комментарии и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok